Главная улица города, Ленина, преображается прямо на глазах. Впервые за 20 лет ее полностью заасфальтируют. Подрядчик говорит, раньше здесь проводили только ямочный ремонт. Но даже спустя столько лет старое покрытие сохранилось в хорошем состоянии, поэтому снимать его не стали, а сразу положили на него новый слой асфальта. Здесь минимальный состав работы – это замена бортового камня и устройство покрытия, потому что Ленина улица в хорошем состоянии. Также по завершению работ будет нанесена дорожная разметка на всех улицах и установлены новые дорожные знаки, порядка более 300 штук. Работы идут четко по графику. Этот тип смеси требует строгого контроля за каждым этапом укладки. За температурой и плотностью асфальта дорожники следят с помощью специальных приборов. Новые современные технологии уже мы второй год применяем. Для этого, соответственно, нам пришлось подкупить и приборы контролирующие, которые применяем. Вот вы видели, плотномером пользуется мастер, который показывает уплотнение асфальтобетонной смеси после катков. И он дает команду или дальше катать, или останавливать катки. Перед тем, как доставить готовый материал на объект, его испытывают в специализированной лаборатории. Она находится на территории асфальтобетонного завода. Готовую смесь разогревают в печи до нужной температуры и помещают вот в такой аппарат – гератор. Он имитирует работу катка. На выходе получаем готовый керн. Проверка на высоту, насколько она уплотняется, смесь, и на пустоты. Пустоты взвешиваются на следующий день, ну, либо в этот же день, но надо остыть просто-напросто этим керном. Мы проверяем ее каждый день, чтобы потом на дороге не было никаких казусов. Подрядчик проводит работы на всех 12 объектах. К каждому участку индивидуальный подход. Он зависит от того, в каком состоянии находится дорожное полотно. Где-то, как на улице 25 октября, укладка асфальта полностью завершена. А где-то дорожники только приступили к установке бордюров. Всего нам предстояло по контракту поменять 8 километров бортового камня. Из них где-то 2,5 мы уже поменяли. Значит, по асфальту надо уложить где-то порядка, по контрактам, 19 тысяч тонн. Из них мы уже 4,5 уложили. Полностью работы завершат к 31 августа. Есть планы и на следующий год. Осталось получить финансирование. Мы сформировали еще 16 улиц на следующий год. Тоже сейчас проходит, будем делать осмечивание улиц. Сейчас изучаем подземные коммуникации, где проходят, что тоже требуется замены. Будем подавать, будем пробовать. Отремонтировать улицы в этом году удалось за счет регионального дорожного фонда. На эти цели выделили около 170 миллионов рублей. Мария Колосова, Максим Леонов. События дня.